Итак, дорогие друзья, очень быстренько пробегусь по итогам сегодняшнего дня, расскажу, чем сегодня занималась. Вот у меня нашлось некоторое количество таких баночек, к слову сказать, их достаточно много нашлось, и я подумала немножечко их задекорировать, обвязать и использовать в дальнейшем для сыпучих продуктов, то есть для соли, сахара, соды, ну и так далее, поскольку пока у меня ничего другого нет, я думаю, очень неплохо будет смотреться. Работа достаточно простая, выполняется на одном дыхании, то есть за день я могу обвязать несколько баночек, в общем, все это легко и просто делается. Вот так выглядит уже почти готовое изделие, то есть осталось задекорировать крышечку, хотя, в принципе, этого можно и не делать. На мой взгляд, смотрится довольно неплохо и без крышечки. Вот еще такой вариант с верхней обвязочкой, вот и с такой. Тоже интересно, то есть у меня все баночки получаются разные, вот как меня вдохновение посещает, так я и обвязываю, даже не задумываясь. Заодно решила обвязать в том же стиле и вот контейнер, в котором у меня хранятся специи, ну, чтобы все выглядело вот в одной манере, в одном стиле, как я говорю. Ну, и в дополнение с уже готовыми салфеточками, по-моему, выглядит весьма неплохо. Вот хорошо, что не выкинула эти баночки. Видите, как все может пригодиться в один прекрасный момент. Так что завтра, я надеюсь, уже приступлю снова к строительным работам. Удалось мне раздобыть пилочку, ну, попробую. Пилка, правда, для фигурного реза, не для прямого, но я думаю, справлюсь. Вот, и в этом случае у меня уже будет что поставить на полочку. Ну, вот, проболталась. Думала, сюрприз сделаю. Завтра я планирую делать полочки вот здесь вот над индукционной панелью. Ну, в общем, что из этого получится, конечно, мы увидим завтра. Вернее, завтра я ролик сниму, а уж как там с интернетом у меня дела обстоят. На улице такой ураган начинается, не знаю. Если будет интернет, то завтра он зальется, если нет, то уже... Ну, то как получится. Будем надеяться на лучшее. А вас я благодарю за просмотр.